Лицо с благородным профилем на углу Чапаевской и Вилоновской наблюдает за городом уже год. Мемориальная доска Петру Монастырскому «Дань уважения». В день памяти легендарного режиссера его вдова благодарит всех, кто пришел. Единственное, что я могу сказать, слова, конечно, благодарности. Его помнят, но это самое главное. Что еще мне надо? Каждый раз прохожу, здороваюсь, иду на работу. Иду с работы, вот и все. Он был диктатором и сатрапом. С ним нельзя было спорить. Он контролировал все, что происходило в театре. Ничто не могло ускользнуть от его зоркого глаза. Иван Морозов пришел в театр в 60-м, сразу после института. Монастырского уже заранее боялся, как огня. Оказалось, что зря верил слухам. Работать с легендой было хоть и трудно, но увлекательно. Он мало хвалил. Мало хвалил. Единственное, я помню, оптимистическое трагедие. Он пригласил из Воронежа крепкого, хорошего парня. И мы играли в параллель. Я проговорил свой монолог. Все пошло, все. Из зала кричит – молодец! Прошлым летом в память о самарской легенде открыли мемориальную табличку. Благоустроили сквер имени Петра Львовича, через который полвека он ходил на работу в драматический театр. В городской администрации обещают, что в скором времени в сквере появится бюст Монастырского. А пока в День памяти возлагают цветы возле знаменитого дома. Сама фамилия Монастырского на афише, мне кажется, являлась залогом того, что зритель может увидеть интересное, умное, такое трогающее за душу представление. И, конечно же, всегда на его спектакле был отшлаг. Я думаю, все ожидания зрителей, они всегда оправдываются от тех работ, которые нам подарил Петр Львович Монастырский. Петра Львовича помнят, любят и уважают. Память о нем хранится и передается новому поколению. В этом году Петру Монастырскому исполнилось бы 100 лет. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.